здравствуйте коллеги и друзья и любители вот картина находится в таком состоянии мы подобрались в таком состоянии когда практически стволы вот эти три центральные наши березы практически готовы мне это не совсем готовы практически готовы и смотрите слева направо мы начинаем вводить деревья или справа или середины мы начинаем работать со вторым планом вот появляются березки появляются еще какие-то деревья может там осины дубы постепенно появляется то есть написали сначала одну березу потом в другом месте другую третью то есть заполняем постепенно и постепенно заполняем равномерно там потом в середине слева справа опять где-то слева опять где-то ближе к центру заполняется постепенно не идете сплошненько сделали одну березу где-то вот между этими двумя первыми березами посмотрели потом сделали вокруг правой березы ветки которую мы там видим какой-то дуб или что-то опять подходили посмотрели сделали самую самую левую березу видите там вдалеке тоже дерево поставили опять ходим и смотрим таким образом мы наполняем постепенно для того чтобы не нарушить равновесие самое главное для того чтобы не нарушить равновесие и не начинать чтобы не появились трещины цельность картина получилась максимально целая как настолько целая чтобы убирая любую веточку или делая дополнительный мазочек хочется эту веточку вернуть а этот мазочек стереть вот тогда вы практически добиваетесь главного результата делается на вот этом фоне на втором фоне не на фоне уже на в этом вписываются деревья второго плана вписывается все это добро все эти деревья второго плана на пенене вот у нас здесь пенен здесь у нас и индиго так вот это ванги это умроженная и белила есть и желтые красные зеленые там для для оттеночков на пенене делается такой жидко вы все это хорошо получал и так смотрим вот дерево это которое я уже сделал вот видите поставь тут еще там проклевывается одно сейчас я посмотрю я его вижу еле и смотрим жиденько буквально акварельно так это белила добавлю голубой добавим холодного добавлю вот таким вот образом вы подбираете убираете тон и оттенок и сделали еще от нее делаем на пенене эти вещи дальше еще такой момент если вы пишете работу постоянно не отвлекаетесь там по полгода перевоз нету значит спокойно не надо никаких тут межслойных еще каких-то добавок там клеев лаков там все этого не надо делать оно и так хорошо прилипит вот смотрите неделю видите неделю назад я портал его зубами не оторвешь не переживайте что что-то где-то будет отслаиваться ничего не будет отслаиваться у меня ничего никогда не отслаивалось все всегда было нормально а вот эти вещи вы делаете на пенение это я уже говорил еще раз повторю воду вы написали написали изобразили дерево хорошо все отлично вывели ему его форму толщину насыщенность может быть отбелить отбелить чуть-чуть захотели для того чтобы провалить его туда в пространство воздух пожалуйста более голубоватым холодноватым она чуть уходит от этого дерева чтобы они не рядышком стояли тут уже фантазируйте столько сколько хотите пописали это не написали давайте идите в другую сторону куда-то пошли там еще одно сделали но помните что вы сегодня делали эти деревья и чем это интересно вот этот второй план второй третий план что когда высохнет а вот так через 10 минут там через 10 минут 15 20 ну полчаса лучше всего подождать или в конце рабочего дня рабочей смены или подхода как у вас получается вы подходите к деревьям в тем местам где вы уже работали и процарапываете мастихином если это нужно сделайте так чтобы это было все таки нужно не важно процарапывая вы создаете такую вибрацию на стволе дерево и еще больше может вы просто немножко не попали в тон окружающей среды а вот такими вот процарапываниями вы эту среду тонкими нитками тоночки ниточками процарапинками вы ее пропускаете сквозь это дерево и получается даже если вы не добились тонального удачного решение чтобы это дерево деревца вот это которого стоит она сразу встала в среде на том расстоянии по своему размеру и местоположению которого нужно для слоя воздуха который вы перед собой представляете вы тогда процарапать он даже если встал хорошо все равно рекомендуется процарапать для того чтобы появился для того чтобы оно как бы окунулось вы как будто какой-то предмет берете и белый предмет подкрашенную красную водичку опускаете и он становится чуть-чуть розом при этом становится белым или зеленый чуть-чуть то есть вы как бы опускаете таким образом процарапая вы пропитываете вот эту свою полоску которая изображает дерево на втором третьем плане вы пропитываете вот этой средой которую вы уже подготовили этот прием работает практически идеально то есть заполняя то тут то здесь ветки здесь вы постепенно насыщаете равномерно равномерно насыщаете допустим вторым планом и процессе работы вы все больше больше привыкаете своей работе вы начинаете видеть уже какие-то нюансы которые появятся которые надо поправить недостатки ошибки даже кардинально может что-то придется править ним не бойтесь не бойтесь права и вы по чуть-чуть работает и где-то тут мазнете тут мазнете тут мазнете по слову это тут постепенно вся картина такую работу такую большую работу желательно выглядело на этот уровень надо писать уже всю здесь чуть-чуть помазали здесь чуть-чуть проработали тут листочки поставили мы будем смотреть как дальше там поставили и она постепенно вся заполняется постепенно вся вся заполняется проявляется везде везде равномерно равномерно по всему холсту Таким образом вы будете добиваться постоянного ощущения целостности Чтобы не получилось, что вот здесь сделали все деревья Потом здесь все деревья сделали Потом там начинайте все деревья делать А прошло какое-то время, у вас поменялось настроение Поменялся свет на улице, появилось солнце, исчезло солнце Время суток, глаз хорошо наострен, глаз плохо наострен Настроение здесь голубое, здесь фиолетовое, здесь зеленое И не будет ощущения Это ощущение целостности Оно не выражено настолько ярко, что прямо здесь кусок один, здесь кусок другой И тут это видно, нет Оно все-таки чувствуется немножко даже на каком-то энергетическом подсознательном На каком-то вот этих уровнях, на которые мы не можем разобраться И не можем четко словами объяснить Но делая таким образом, вы гарантированно сохраните единство Целостность вот этого вот полотна, над которым вы сейчас работаете Я считаю, что это достаточно важно Плюс это удобно Вы постоянно находитесь в процессе работы И сделая здесь кусок, вас тот недоделанный кусок не раздражает Вы постепенно чуть-чуть делаете Это более спокойно, более эмоционально Эмоционально, рационально вот таким вот образом работает Работа не должна вызывать напряжение Не должна вызывать какую-то, не дай боже, злость Что у вас что-то не получается Поэтому здесь сделали, там поработали И вы смотрите уже через некоторое время более свежим взглядом Что здесь надо чуть исправить Не пытайтесь сделать, допустим, окончательно этот ствол Не пытайтесь сделать окончательно эти ветки Все должно проявиться Как сходы начинают сходить везде По всему полю, по всему участку, который вы засеяли И вы смотрите, как оно везде равномерно Проявляется, получается Все, вот это то, что я вам сегодня хотел обозначить и рассказать Про ветки Дальше я буду работать с ветками Начну работать с травой и с листвой Ну и буду по мере возможности вам показывать Работа интересная, длительная И здесь очень много приемов Оставайтесь со мной Подписывайтесь Задавайте вопросы Отвечайте на вопросы других коллег Если вы знаете ответ Я это только приветствую Всего доброго Пока-пока